Всем привет! Сегодня я буду тестировать китайский Гаррет Пропоинтер. Сейчас покажу. Это место тестирования. Оно чистое для испытаний. А вот сам китайский Гаррет Пропоинтер. Буду сравнивать его с оригинальным Гарретом первой версии. Это версия вторая китайского Гаррет Пропоинтера. Первая версия была динамическая. То есть надо было вводить вокруг цели, чтобы ее идентифицировать. Вот так вот выглядит GP Pointer. То есть китайский Гаррет Пропоинтер второй версии. То есть он статический. И у меня на тесте 10 рублей только. Потому что я забыл царскую мелочь. В принципе это не суть важно. А важно его просто сравнить с оригиналом для меня. По крайней мере. Для теста у меня обычные 10 рублей. И посмотрим какая чувствительность на 10 рублей у обычного Гаррета. Настоящего. 5 сантиметров. Да, 5 сантиметров на десятку. Еще бы я хотел сравнить боковую чувствительность. И посмотрим сколько это для оригинального Гаррета. Но на вскидку здесь 5 сантиметров тоже. Китайский Гаррет Пропоинтер второй ревизии. Он должен быть статическим. Он весит легче чем оригинал. Весов нет. Но в принципе почти так же весит. И пластмасса у него достаточно твердая. Вот такая вот надпись сбоку. Сделан он на таком вот витом ремешке пружинном. Сколько сантиметров не знаю. Не буду растягивать. И соответственно тоже крепится на ремень. Почти как оригинал. Ничем не хуже. Просто вот у меня нету крепления от настоящего Гаррета. Я уже протестировал чувствительность оригинального Гаррета на 10 рублей. Он видит эту монету с расстояния 5 сантиметров. Включаю китайский Гаррет. А где звук и вибрация? Что это было-то? Ничего себе! Запоздалая реакция какая! Ну хрен с ним! Главное чтобы работал. Но первое отличие уже есть. То есть схематика видать у него какая-то своя. Поставил 5 сантиметров. Потому что мой Гаррет схватывал эти 10 рублей с расстояния 5 сантиметров. И медленно двигаю монету. Ноль уже не видит. На оригинальном Гард Пропойнтер с 5 сантиметров уже были замечены сигналы. Здесь нету. Ну где-то с двух с половиной сантиметров. Где-то 2 с половиной сантиметра. Но если быть точно 2,6-2,7 сантиметров. Тут правда не совсем точное измерение. Монета должна быть фиксирована здесь. Но в принципе не суть. Важно. Ровно наполовину у него чувствительность ниже. Но в принципе это... Что это значит? Это значит, что просто надо лопатой больше копать. И сейчас по воздуху посмотрим боковую чувствительность. Там я на глаз делал. Ну и тут тоже на глаз делаю. Ну тоже визуально 2,5 сантиметра. И последний тест, который я хочу сделать с этим Гард Пропойнтером китайским это понять имеет ли он авточувствительность. Если я сейчас включу в непосредственной близости свой оригинальный Гард с монетой у него понизится чувствительность. Смотрим. Видите, насколько он менее чувствительный стал. То есть есть тут авточувствительность. Для тех, кто не знал, если включить непосредственно с монетой Гард Пропойнтера оригинальной то есть он потеряет чувствительность автоподстройка. Поэтому, когда хотите максимальную чувствительность включайте его без металлических предметов на воздухе. Вот максимальная чувствительность. Я включу Гард Пропойнтер на воздухе чтобы понять какая у него все-таки чувствительность. два сантиметра стало. Но не 50 значит где-то 60 60 процентов. эти 10 рублей китайский Гард Пропойнтер видит с 3 сантиметров. Оригинал с 5 сантиметров. Сами составляете пропорцию сами решаете что лучше покупать Гард Пропойнтер за 8 тысяч или вот такой вот китайский Гард Пропойнтер который кстати работает в статическом режиме но за 2 рубля. Сейчас он выключен кладу 10 рублей включаю смотрим смотрим нет авточувствительности у него нету если вы не хотите переплачивать то эта модель китайского пинпойнтера вполне годная то есть не первая ревизия где надо было махать в лунке а это уже статический нормальный Гард Пропойнтер начального уровня поэтому кто хочет 8 тысяч рублей тратить покупает оригинальный а кто нет заказывайте с Алиэкспресс ссылка на этот Гард Пропойнтер будет в описании под видео а на этом у меня все спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока